МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что радостного в старости, спросите вы? Болячки, пуховый платочек, ожидание приезда внуков и показа сериалов. Ценности меняются. Может, в 70 никогда уже на улицу в мороз не выйдешь с непокрытой головой, как в молодости. Но желание жить, узнавать что-то новое, получать новые эмоции с годами не исчезает. Правильно говорят, если бы молодость знала, а старость могла. Но, увы, такова природа вещей. Нине Петровне Давыдовой за 70, а в интернете она не лузер, а самый настоящий юзер. Обсудить преимущества компьютера и всемирной сети она может из личного опыта. И не пришлось бы на старости лет узнать про такое чудо, как скайп, когда человека на расстоянии можно не только слышать, но и видеть. Да нужда заставила. Родные Нины Давыдовой далеко. Север, Москва, Нижний. Не наездишься. Раньше бы письмо шло месяцами, а тут весточку можно получить щелкнув мышкой. Так, кто меня тут ускайпил? Попробую набрать Красноярск, если она там дома, моя братова жена. Любаша, приветик, ты меня слышишь, видишь? Слышу и вижу. А я тебя не вижу. Главное, чтобы вы с Игорем там друг дружку берегли. Ну, это да, конечно. Да. Ты не представляешь, что такое одиночество в старости. Не дай бог, не приведи никому. Поэтому берегите друг друга. Как дело мастера боится, так и одиночество не любит деятельных. Скука – вот самый главный враг, считает Нина Петровна. Поэтому врагам бой. День должен быть заполнен делами, даже если недомогание заманивает в постель. Несмотря на возраст, бабушка обязательно засаживает огород. Пусть не все сотки, а свойские продукты должны быть на столе. Кстати, вот это яркое осеннее многообразие овощей выросло на грядках Нины Петровны. От соления и варенья собственного приготовления она также не отказалась. Хотя теперь больше руководит процессом. Закатывает помидоры социальный работник. Сколько лет вы уже? Позвольте. Много. Так что наша задача – купить новый ключ. Ха! Сколько лет ключу для закатки? Это как признаться, сколько лет мне, говорит Нина Петровна. Или признаться, что не помню свой точный возраст. Когда тебе за – счет не имеет значения. И тут уже качество жизни зависит от психологического возраста, как любят называть его специалисты, и от состояния здоровья. Все со своего огорода. Так, сейчас перчик добавим. Как Нина Петровна любит. Как вы любите, смазайте. Оливковое масло вместо жира, сало с прослоечкой вместо копченой колбасы, мед вместо сахара, замороженная черешня вместо конфет. У Нины Давыдовой таких вместо наберется очень много. Неправильно питаемся, неправильно организовываем распорядок дня, неправильную одежду и обувь носим, например, каблуки. Этим и состариваем себя раньше времени и прибавляем хвори. А, между прочим, очень важно соблюдать принципы здорового образа жизни и в старости. Стараться правильно питаться, не переедать, употреблять полезные продукты. Стараться больше двигаться, особенно на свежем воздухе, заниматься посильным трудом, заниматься тем, что вам интересно. Ну и стараться максимально сохранить свое интеллектуальное здоровье, то есть читать книги, читать газеты, решать кроссворды, учить стихи, чтобы тренировать память, и побольше общаться друг с другом, потому что наибольшее удовольствие мы получаем, наибольшее количество положительных эмоций, общаясь друг с другом. Исходное положение – левая рука на пояс, правая рука прямая. Круговые движения – раз, чертим круги полные, два, три, четыре. Уж сколько раз твердили миру. Зарядка по утрам сохранит здоровье вам. У многих людей складывается ошибочное впечатление, что физические упражнения показаны и полезны только для растущего организма. Но, оказывается, говорят геронтологи, пожилым людям та самая физра нужна даже больше, чем молодым. Два раза в день у нас. Первая, значит, у нас сердечно-сосудистая, и другая у нас при остеохондрозе. Ошибочно и то мнение, что из-за болезни людям в возрасте лучше ограничить двигательную активность. Нет, опровергают медики, лёгкая и соответствующая возрасту физическая нагрузка как раз помогает решить очень многие проблемы со здоровьем. Это и профилактика остеопороза, диабета, гипертензии, тромбофлебита, инфарктов. Сразу и не перечислишь. Наша физкультура очень нам помогает. Мы стали резвые такие. И сердце моё стало лучше работать. И сама себя почувствовала более бодрее. А так, очень помогает физкультуру. Каждое утро прихожу на занятия. Очень благодарна Надежде Семёнову. Она интенсивно проводит занятия. Себя бодро чувствуешь, хорошо. И ножки мои побежали, и руки, и такая лёгкость в душе. Но помните, физкультура для пожилых людей имеет свои особенности, вполне понятные. Ведь в возрасте наступают изменения в работе сердца, системе дыхания, мышечном и связочном аппарате. Поэтому физкультура должна быть более щадящая, полностью исключать возможности травм. Должна учитывать скорость восстановления организма после нагрузок. Отдайте предпочтение таким физическим упражнениям, которые делают упор на повышение общей выносливости, гибкости и координации движений. Общение нам строить и жить помогает. Как не знать этого Нине Давыдовой. В прошлом активистке, комсомолке, а в нынешнем заводили Дашковского клуба «Веросок». Для тех, кому за. Этот клуб собирался со скрипом, вспоминают организаторы. Поначалу бабушки не могли понять. Они ведь на лавочках сидят, сидят. Тогда что? А теперь каждого заседания ждут с нетерпением и не пропускают. Хотя и живут некоторые не в Дашковке, а в соседних деревнях. Умчались золотые дни. Еще недавно было лето. Так незаметно жизнь летит воспоминаниями согреты. И от современных болячек, даже таких, как синдром хронической усталости, стресс, веселые бабушки знают лекарства. Зинаида Викторовна в каком-то смысле местный доктор. Без нее не обходится ни одно заседание клуба «Веросок». А Валентина Дмитриевна совмещает клуб «Веросок» приятное с полезным. Ведь тут можно узнать и обсудить не только последние дашковские новости, но и мировые. Как-то конфликт на Украине, поставки газа и повышение зарплаты. Я здесь близко живу, мне очень интересно посмотреть, что по интернету. Моя внучка иногда привозит компьютер свой, а также она возит, дома компьютера нет. Поэтому мне интересно очень сюда прийти, телевизор смотрим. А, ну как-то, подружки, общение же нужно. Вот собираемся сюда часто. Ну, общение, ну, жизнь продлеваем. Насколько точно продлевает жизнь 30-минутный или часовой разговор с подружкой, ученые не подсчитали. Жаль подружке, что нельзя пока оперировать точными цифрами, которые можно было бы приводить, как пример, мужчинам. Хотя по статистике среди сильного пола долгожителей меньше. А еще всякие там сериалы заставляют дольше жить, считают бабушки. Ведь интересно же, что будет в сотой, двухсотой там какой-то серии. Я модный приговор люблю, очень люблю. Давай поженимся люблю, посмотреть. Надежда Сергеевна переехала в Дашковку из другого региона. В деревне оказалась одна. Свояки, близкие, подруги остались на родине. Андушина. Это хоть пообщается, с людьми песенку споешь. Ну, как-то думаешь, ой, господи, поражил и не знал этой качели. Детство же было послевоенное. А тут вот теперь пришлось и на качелях посидеть. Воспоминания – это как источник, которому мы преподаем всю жизнь. Хорошее, светлое воспоминание, как чистая вода. Всех простить и вспоминать только добром. Вот главный секрет, чтобы старость в радость была, считает эта бабушка. Также яростный почитатель дамского клуба «Веросок». Вырастили уже детей, пятеро, внуков восемь, помогла годовать. А теперь уже отдыхаю, в огород уже мало. Хожу, все приезжают, помогают, слава богу, вся семья дружная, веселая. Жду, то одни приезжают, то другие приезжают, гостей все время ожидаю. Как же, к кому они поедут, в пустую шхату не поедут. А когда бабушка еще есть в доме хозяин, то всем хорошо, все рады. Сам факт достижения определенного возраста не делает человека ни добрее, ни злее, ни сильнее, ни слабее внутренне. Жизненные принципы, которых придерживался человек, никуда не пропадают, а лишь несколько теряют свою гибкость. Каждый стареет, как жил. И поскольку мы не можем изменить прошлое, остается принимать настоящее. И постараться сделать так, чтобы старость была в радость. Продолжение следует...